Здравствуйте! Мы начинаем еженедельный брифинг пресс-службы администрации города Кумертау. Я расскажу о текущей работе администрации. Озвучу основные мероприятия прошедшей недели. На прошедшей неделе в администрации состоялось заключительное заседание конкурсной комиссии по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Принято считать, что в Моногороде нет перспектив для развития бизнеса, но Кумертау в этом году доказывает обратное. На поддержку бизнеса в 2016 году городу с поддержкой Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму удалось привлечь 95 миллионов рублей. В прошлом году эти суммы были в разы меньше. По объему софинансирования из федерального бюджета город Кумертау занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Это произошло по причине того, что Кумертау подал заявку как Моногород и смог доказать потребности субъектов предпринимательства в данной сумме. В результате тщательного отбора экспертизы пакетов документов и конкурсно-бальной системы было отобрано по стартапу 48 участников. Они создадут 103 рабочих места. По субсидированию части лизинговых платежей 15 участников – это 22 новых рабочих места. По приобретению оборудования – 41 субъект МСП, создающий 99 рабочих мест. Из 7 новых рабочих мест создадут 6 социальных предпринимателей. Итого в течение полугода в городском округе города Кумертау должно появиться более 230 новых рабочих мест. На данный момент выделенные средства освоены в полном объеме. Плановые показатели по количеству получателей поддержки и созданию новых рабочих мест выполнены. 29 ноября в администрации города состоялось заседание конкурсной комиссии на замещение должности начальника отдела инвестиций и инноваций под председательством главы администрации Бориса Беляева. В конкурсе приняло участие три кандидата. По итогам индивидуальных собеседований победителем определена Ковалева Ирина Александровна. В данный момент являющийся главным специалистом отдела инвестиций и инноваций администрации города Кумертау. 29 ноября в администрации прошел ставший уже традиционным круглый стол с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. На встрече присутствовали руководители и представители социальных служб города и здравоохранения. Участники встречи поговорили о проблемах проезда в общественном транспорте детей-инвалидов, приобретении специализированного оборудования для группы временного пребывания в детском саду «Золотая рыбка». Также родители особенных детей выступили с предложением о введении сурдопедагога в штат реабилитационного центра города Кумертау и дополнительного логопеда в школу номер 10, так как в следующем году школу начнут посещать еще несколько первоклассников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, присутствующие решили включить работу волонтеров движения «Белая река», которые будут приносить ребятам, не имеющим возможности посещать библиотеки города, необходимые издания. В завершении встречи родители имели возможность задать вопросы и получить на них ответы. Также 29 ноября глава администрации Борис Беляев встретился с учениками школы номер 1, которые выступили с предложением создания нового арт-объекта в городе Кумертау. На встрече присутствовали заместитель главы администрации по ЖКХ строительству и инфраструктуре Юрий Куров, главный архитектор Светлана Гирш и директор управления образования Марина Коротченко. Ученики 6 класса предложили установить скульптуру, посвященную героям сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек». Глава администрации поддержал идею школьников и отметил, что арт-объект будет находиться в парке коммунальников. Уже этим летом горожане смогут увидеть новую скульптурную композицию, посвященную литературным героям, первую и единственную в Республике Башкортостан. 1 декабря в городе Уфа открылся второй форум малого бизнеса «Страншос» и «Брикс». В работе форума приняли участие около 1000 участников из 34 регионов России и 13 стран, в том числе и глава администрации города Кумертау Борис Беляев. В рамках форума состоялось торжественное подписание соглашения о взаимодействии между торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан, администрацией городского округа города Кумертау и агентством по развитию территорий. Соглашение подразумевает взаимодействие сторон в развитии экономического потенциала Республики Башкортостан в активизации инвестиционных процессов, в содействии внедрения прогрессивных экономических методов регулирования промышленного производства, торговли и предпринимательской деятельности. Также 1 декабря в городе Уфа состоялась международная научно-практическая конференция современной государственной гражданской и муниципальной служащей образования, компетенции, карьера. В работе форума приняли участие представители государственных органов и органов местного самоуправления Республики Башкортостан и других субъектов Российской Федерации, в том числе и представители администрации города Кумертау. Участники обсудили актуальные аспекты подготовки и переподготовки современных государственных и муниципальных служащих. С 15 декабря в связи с многочисленными обращениями родителей школы номер 3 и детского сада Красная Шапочка по инициативе отделения ГИБДД ОМВД России по городу Кумертау на улице Калинина на участке от улицы Искужина до улицы Первомайской устанавливается одностороннее движение. Проезд по улице Калинина будет возможен по направлению от улицы Искужина к улице Первомайская. Теперь озвучу основные мероприятия следующей недели. 3 декабря в 11.00 состоится открытие обновленного клуба «Глухонемых». В 12.00 в РЦНТ «Эдус Лэк» состоится концерт «Ко дню инвалидов». 8 декабря с 10 до 15 часов в филиале Оренбургского государственного университета состоится конференция по подготовке кадров в строительстве и конкурс профессионального мастерства в области строительной сферы по стандартам WorldSkills. В компетенциях сухое строительство и штукатурные работы и кровельные работы. 8 декабря в 18.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» пройдет открытие зональных соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч». 10 декабря в спортивно-оздоровительном комплексе «Прометей» стартует чемпионат и первенство Республики Башкортостан по жиму лежа. Всех желающих приглашаем посетить мероприятие. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующую пятницу.